Здравствуйте, уважаемые гости, кто к нам сегодня пришел в первый раз. Уважаемые коллеги, я рада всех приветствовать на сегодняшней встрече. Встреча будет посвящена такой замечательной теме, как как же изменилась моя жизнь на строительной экспресс-карьере, экспресс-директор онлайн, как может измениться ваша жизнь, если вы примете участие в нашем проекте, начнете работать. И как же пережить кризис, это непростое время, и как его не просто пережить, а умудриться обернуть его в свою пользу и построить доходный бизнес. Сейчас лучше. Как же построить доходный бизнес, который будет вам приносить пассивный доход в будущем? Для себя я нашла отличный способ это осуществить, и у меня уже есть работающий бизнес и отличные доходы, и все это мне удалось организовать, организовать, работая только в интернете с нашим проектом. Сейчас, секундочку. Так. Значит, у кого проблемы со звуком, регулируйте у себя. Я звук поставила, лучше он не будет, хуже он не будет. Давайте начнем. Злуховато Аня говорит, я не знаю, давайте тогда я попробую одеть наушники. Все, я одела наушники, больше я сделать ничего не смогу. Так. Сегодня я буду вам рассказывать на своем примере, показывать именно свои достижения, а не то, что там где-то откуда-то взятое, да. И наша самая встреча продлится примерно полтора часа. В конце вас ожидает бонус, поэтому идите до конца. Договоримся, что на вопросы по ходу вебинара я отвлекаться не буду, чтобы сэкономить время, да. Время, как известно, это деньги. И в нашем бизнесе как раз таки время это, пожалуй, будет ваше единственное вложение, которое вы будете здесь делать. Поэтому давайте возникающий вопрос вы записываете на листик. И после вебинара мы выделим с вами несколько минут, чтобы я на них ответила. Так. Аня, у меня нависаются слайды. и какой-то ужас сегодня. Что у нас сегодня происходит? Ой, Анечка. Я сделаю анонс. Значит, подобные вебинары у нас будут проходить тысячедневно на постоянной основе. Вчера был вебинар с Анечкой Черной. Она делилась с нами своим опытом, своей историей ей. Сегодня с вами я. Завтра будет Кристина Петфирева, 10 января в 26 дня. А 11 Наталья Желонина нас порадует своей историей. И 12 января будет Катьяна Новикова. У нас на связи будет интересно. Приходите. Обязательно каждый день. Давай, Анне, следующий слайд. Я сейчас найду. Может быть, кого модератора Кристина мне не там-то не дала. Какие у нас сегодня препятствия на нашем пути? Ну, мы с вами справимся совсем. Если препятствия не преодолевать, то это хорошее не получится. Ладно. Итак, я представлюсь, для тех, кто меня не знает. Меня зовут Сухорукова Илона. Я проживаю в небольшом городке в Курской области, в городе Железногорске. Мне 33 года. И на данный момент я нахожусь во втором депрессивном отпуске. После которого, собственно говоря, я уже не собираюсь возвращаться на основную работу, потому что уже мне больше это не нужно. Потому что с нашим проектом я получила как раз ту свободу, о которой я мечтала. Вы сейчас на сайте видите мою семью. У меня двое деток. Муж. Дочке будет весной 6 лет. Сына сейчас 2,5 годика. Обычная стандартная семья. Счастливая семья. Приятно познакомиться. Ань, давай следующий слайд. До проекта. Я по специальности бухгалтер. До проекта я работала специалистом в банке. Сначала сидела, оформляла кредиты. Это было в Курске. Доход у меня тогда был за месяц примерно 6 тысяч рублей. И то нужно было для этого очень сильно постараться, чтобы получить даже такой доход. На сооклад у меня был 4-7 тысячи. И чтобы получить до 6, нужно было выполнить определенный план по кредитам. Как можно больше зарегистрировать на своих людей, кто возьмет кредит. Дополнять этот план. План был большой. Мы даже с детенками объединялись по 2-3 человека, чтобы месячный план выполнять. И только тогда у нас получалась премия. И эту премию мы уже делили на 2-3. Рабочий день не нормированный у меня был. Постоянно приходилось ездить по точкам по всему городу. То в один магазин, то в другой. Постоянно за собой пускала большую сумку с чашкой, со сменной обувью, с галстучками, с обедом, со всеми делами вот этими. Затем я уже познакомилась со своим будущим мужем, и он забрал меня в Москву, где он сам тогда находился, работал. И я перевелась из Курска, в своем же банке осталось, но перевелась уже работать в офис, в арахив. И работа у меня была с документами. Проверяла документы, проверяла договора. Вот девушка, видите, на среднем слайде, звонящая по телефону, как раз именно вот так выглядело мое рабочее место. Это не я, сейчас на фото. Но именно вот так у меня все было. Все в бумагах, все на звонках постоянно. Я работала с Дальневосточным регионом. Города Владивосток, Хабаровск. И из-за большой временной разницы мне приходилось появляться на работе по 8 часам утра, чтобы нет возможности позвонить туда, в тот же Хабаровск, и переговорить, и решить все вопросы. И вот архив, вы видите, на третьем фото. Затем вот эти все договора, эти бумаги нужно было разложить по различным папочкам, по коробкам, вот таким огромным коробкам. Их нужно было снимать со стеллажей, заставлять. В общем, все это не очень было хорошо. И за такую работу я уже получала 17 400 рублей в месяц. Причем это работа в Москве. Оклад у меня был 20 000 рублей. Вычитались оттуда налоги 13%. И 17 400 мне оставалось на руки. Мой муж до нашего проекта работал начальник. Это когда мы уже приехали сюда, в Железногорск. Он работал начальником в автосервисе. И как такового стабильного дохода у него не было. Было то густо, то пусто. Вот у меня было хорошо поломанную машину. Будут деньги. Нет машин или какие-то мелкие ремонты, денег мало. Или совсем. Бывало, что нет. И вот частенько приходилось перебиваться только на детское посудие. Спасибо, конечно, родителям. И моим, и родителям мужа, что они помогали нам едой, деньгами. Теперь уже таких проблем мы не испытываем, конечно. И уже мы помогаем нашим родителям. В 2009 году я ушла в декрет, в свой первый декрет. И мы решили с мужем уехать из Москвы. Уехать сюда, в Железногорск. Потому что мой муж был отсюда. Тут у его родителей своя квартира, двухкомнатная, которую они нам отдали, в которой мы сейчас живем. Родители его живут отдельно. А там у нас в Москве была съемная комната. И просто оставаться там с ребенком, с маленьким, но для меня это был совершенно не вариант. Муж в Москве работал менеджером по продажам, алюминиевый профиль продавал. И доход для Москвы, конечно, тоже был тогда не очень большим. Поэтому у нас получалось тогда одна зарплата полностью уходила в оплату этой съемной комнаты, а вторая оставалась уже на жизнь. Точнее, на существование, а не на жизнь. И когда я уходила в декрет, я уходила уже с той мыслью, что больше я не вернусь в этот банк. То есть бросать ребенка мне не хотелось после декрета возвращаться обратно в Москву на работу. Ну и с ребенком по съемным комнатам мне тоже, конечно, не хотелось мотаться. Не все у нас были доходы в Москве, чтобы было там куда возвращаться. И в голове у меня была такая мысль, что декрет это как раз мой шанс, чтобы начать что-то менять, чтобы начать копить что-то уже в этой жизни. потому что на тот момент было мне 27 лет почти, и у нас с мужем не было ровно ничего своего. Уже понимаешь, что когда приближаешься к такому возрасту, к 30-ти годам, уже пора бы что-то начать уже иметь. И к моему счастью я тогда уже знала секрет, с помощью которого можно стать успешным человеком, можно действительно зарабатывать отличные деньги, можно создать пассивный доход. И этот секрет это сетевой маркетинг. Откуда я его знала? Дело в том, что когда мне было лет 19-20, я уже сталкивалась с сетевым маркетингом, я уже регистрировалась в компании МВА. И до 27 лет я делала это 3 раза, туда регистрировалась. И более того, я вам скажу, что я категорически вообще не рассматривала другие сетевые компании, потому что была уверена, что МВА это самая лучшая компания, что только здесь самая лучшая продукция. может быть от всего моей молодости, может из-за того, что у меня был маленький круг знакомых. Весь этот круг я приглашала на презентации и никто из этого круга моих знакомых не согласился стать моим партнером. Девушка я была скромной и не могла, например, на улице знакомиться, ну как-то вот не могла через это перешагнуть. Например, давайте знакомым людям потолок. Какой-то вот у меня в голове барьер стоял, я не могла через него переступить. Ну и как известно, чтобы команда росла, нужно приглашать много людей. Потому что сетевого маркетинга – это бизнес больших цифр. Но сама идея сетевого маркетинга мне очень нравилась. И тогда я не знала, как мне решить эту проблему с поиском людей. Отложила эту досье видео построения бизнеса немножко на потом. И поэтому вот, когда Анечка Чернова в один прекрасный день в социальной сети «Мой мир» написала мне о том, что приглашает меня попробовать построить бизнес с компанией «Арифлейм» полностью в интернете и при этом ничего не продавать. Посмотрев еще предварительно план успеха компании «Арифлейм», я поняла, что «Эмвей» – это не единственная, оказывается, сетевая компания в мире. И вот же, тут же все то же самое, только сейчас уже изучив это все, теперь я знаю, что здесь намного лучше. Здесь и больше предложений, и много того, чего не было там. Я, конечно, просто воспарила и поняла, вот он, шанс, которого я ждала все эти годы. Конечно же, конечно, это просто гениально, да, все просто, интернет, здесь же просто тысячи, какие тысячи, здесь сотни тысяч людей, да. Просто невозможно не построить здесь бизнес через интернет. Я сидела и думала, по-боже мой, это же можно сотни контактов делать в день, да, и мне не нужно преодолевать вот этот барьер психологический, когда ты вживую знакомишься с людьми там на улице где-то, да, здесь ты сидишь дома, тебя никто не видит, это же так просто отослать вот сообщение, например, или пригласить их в группу, да. Ань, давай следующий слайд. Вот так я зареялась нашим проектом, зарегистрировалась, и я горю им до сих пор. Как же отреагировали мои родственники, знакомые? Знаете, я схитрила, имея уже определенный опыт багажа за плечами, я знала, что вообще всегда говорят об этом, думают, говорят родные, близкие, друзья, и я просто лишила себя этой головной боли, вот этих разговоров, отговоров, наговоров, предостережений и прочей лабуды вот этой, да. Я просто ничего никому не сказала. Практически сразу я вышла на 6%, когда начала работать, получила свои первые 600 рублей, помню, как сейчас, на объемную скидку, да, и была уже в предвкушении, вот сейчас начнется мой спец. Ну, муж, конечно, заметил, что я перестала вязать, перестала чаще сидеть за компьютером, причем сидела не за посадкой фермы и не за построением города, как делала раньше, да, а он видит, что я сижу там и что-то делаю. И, конечно, же, он стал интересоваться, спрашивать, что там такое дело. Ну, и знаете, к моему удивлению, он отнесся совершенно спокойно, потому что вот я решила попробовать построить бизнес Арифлэм. Почему к моему удивлению? Потому что, когда я регистрировалась в 3-й раз в МВЭ, и это как раз было, когда я уходила в декрет, да, чтобы начать работать в декрете, он был очень сильно против. А тут он сказал, он как-то к самой компании почему-то, не знаю, относился плохо, какие-то там средства для меня посуды, порошки, не знаю, как-то вот он не взлюбил саму компанию, и она ему была просто неизвестна. А Арифлэм он знал, ну, и сказал, ну, занимайся, да, кушать приготовлено, ребенок вниманием не обделен, дома чистенько, ущерба семье не приносит. А тут я уже еще 600 рублей заработала свои первые, да, когда он узнал. Поэтому, сказал, занимайся особо, против не был. И так, отнесся к этому, как к моему хобби. Остальным друзьям, родственникам я уже сказала, когда, когда у меня уже успехи появились. Уже люди сами начали ко мне спроситься. Итак, в проекте я с 19 марта 2011 года, я сюда пришла, когда у меня один ребеночек был, дочка, да, ей 22 марта ей исполнилось два годика. И уже через 7 примерно месяцев работы я вышла на доход в 500 долларов каждые три недели. И уже этот доход был равен, да, практически тому, что мне платили за месяц на работе в банке. Бизнес я начала уже, как вы поняли, да, я думаю, что вы с вами догадались, начала уже строить именно с той целью, что я его построю и что я на работу не вернусь. В августе 2012 года у меня появился второй ребеночек. И эта знаменательная дата совпала с открытием мною уровня директора. То есть, мой сыночек уже родился в проекте. И уже тогда мой доход увеличился до 1000 долларов. Согласитесь, да, что это уже было отличное подспорье для мамочки депрессия с двумя детками, которые находятся. В декабре 2012 года я открываю уровень старшего директора. Доход уже до полутора тысяч долларов. Вырастает октябрь. Так, и также в декабре я открыла еще следующий уровень. Уже в ноябре, да, в ноябре был у меня уровень. В ноябре 2013 года уровень золотой директор. Уже просто столько званий, что-то не запуталось. И в декабре 2013 года, вот в прошлом году, в прошлый год для меня завершился открытием звания старший золотой директор. И вот этот год 2014 я открыла два новых звания сразу. Одно пораньше, как первый директор и бриллиантовый директор в 2016 каталоге. Сейчас мой доход уже будет около 6 тысяч долларов. На данный момент в моей команде вот по итогам 2014 года уже насчитывается 41 директор в различных званиях открытых и закрытых. Один я, да, уже в открытом звании бриллиантовый. Два человека в открытом звании старший золотой директор с доходом 100 тысяч рублей каждые три недели. Семь открытых и закрытых золотых директоров с доходом до двух тысяч долларов. Два старших директора с доходом 1500 долларов и 29 директоров и открытых и закрытых с доходом от 700 до 1000 долларов. И я горда тем, что сидя дома с женой и детками, благодаря нашему проекту, да, и компании, которая предоставляет такие возможности, я имею возможность развивать международный бизнес. У меня две директорские группы в Казахстане, одна в Украине, а также есть люди в Молдавии, в Белоруссии, в Эстонии у детенок в глубине. То есть, представьте себе, да, вы сидите дома и развиваете международный бизнес, просто нажимая на кнопочки. Разве это не здорово, разве это не классно? И для сравнения вам в прошлом году, в 2013, в моей команде было всего лишь 9 директоров вместе со мной, а сейчас уже 41. То есть, моя команда за год увеличилась в 5 раз. И это только директорские звания, я вам написала. Ань, можно сверечь уже слайдик. А так еще, конечно же, есть и менеджеры 18-15 процентов, да, у которых вот доходы меньше 700 долларов. Возможно, кто-то сейчас услышал, да, что я развиваю, ну, точнее, кто-то, кто-то из новеньких, кто впервые, или, может быть, кто еще вообще не директировал, услышал, что я развиваю бизнес со своей компанией «Арифлеем», да, и подумал, а, ну как это «Арифлеем», все понятно, да. Да, действительно, наш интернет-проект находится в сотрудничестве с этой замечательной компанией. Я вам хочу сказать, что мы не являемся ни наемными ее работниками, сотрудниками, ни продавцами косметики, как зачастую думают люди. Мы занимаемся оказанием услуг для данной компании, рекламных услуг, то есть, по сути, мы оказываем компании услуги по расширению рынка сбыта, и специализируемся мы в интернете. Если вообще сказать вот очень просто, мы делаем рекламу возможностей компании, используя интернет, вот, вот так. Я хочу, чтобы сейчас вы не просто слушали и писали про звук в чате, кому-то слышно, не слышно, да, слушали и пропускали не молча. Я хочу, чтобы вы сейчас услышали. Возьмите себе листик и русскую и помесьте прям крупными буквами, что мы вас не приглашаем продавать косметику. Мы не зовем вас бегать с каталогами по знакомым и уговаривать там что-то купить, да. Мы не зовем вас стоять на перекрестке с протянутыми листовками. Хотя вот я вам скажу, если вам нравится продавать там каталоги, раздавать, конечно же, вы можете это делать, это личное ваше право, это будут ваши дополнительные деньги. У нас много девчонок в проекте, кто занимается продажами и еще и на этом зарабатывают приличную сумму денег, да. Я хочу, чтобы вы именно услышали, что мы вам предлагаем абсолютно другую систему развития бизнеса, которая в корне отличается от того, чем вы, возможно, сталкивались там раньше, да. Наша команда выбрала нишу развития бизнеса в интернете. Просто потому, что сейчас в наше время это актуально, да. Мы с вами живем в век информационных технологий. Хотим мы этого или не хотим, но сегодня интернет это неотъемлемая часть нашей жизни, да. Интернет-коммерция сейчас развивается очень быстро. Я посмотрела, да, вот так вот прикинула по данным. Почти 20 миллионов россиян покупают различные товары онлайн. И делают они это охотно, да. Вот то же самое, Анечка, можно следующее слайд. То же самое и мы вам предлагаем делать покупки для себя и своей семьи через интернет в интернет-магазине Арифлейм. Ну, давайте я немножечко подробнее об этом расскажу попозже. Почему же мы выбрали именно Арифлейм? Я хотела остановиться на этом вопросе. Возможно, у вас возник такой вопрос, да. Сейчас же так много таких компаний, так много предложений по интернету ходит, да. Да все очень просто. Потому, что на сегодняшний день Арифлейм – это единственная компания, которая дает возможность действительно делать бизнес в интернете без каких-либо заморочек. Что я имею в виду, да. Во-первых, после регистрации в компании вы сразу получаете свой личный кабинет на официальном сайте. И вот этот кабинет, он реально является вашим офисом на дому. Вы можете там заказывать продукцию, сидя дома, да, и получать эту продукцию в своем городе. Доставка продукции осуществляется даже в самые маленькие города и поселки. Это очень удобно. Вы можете регистрировать там партнера в свою команду, даже партнера, которые проживают в другой стране. Не только там из своего города, да. Вы можете полностью контролировать свою структуру не только людей, которых вы сами зарегистрировали, но и тех, кого зарегистрировали ваши партнеры и нашли. Вы видите полностью всю свою группу. Еще вы полностью контролируете свои финансы. и в любой момент вы можете открыть интересующий вас отчет, да, и посмотреть движение ваших денежных средств. И не только ваших, но и вашей команды. Сколько получает ваша команда, кто там сколько зарабатывает, какие бонусы и тому подобное. Конечно, немаловажную роль сыграла то, что компания Арифлейм, ее репутация, да. Всем известно, что это уже компания, которая заслуживает уважения. Она существует 47 лет на рынке. Это не компания-однодневка, да. Это крепко стоящая на ногах серьезная компания. Почти по улицовым статам. Конечно же, это известный бренд, да, даже вот взять моего мужа, если он об Амвее ничего не знал, а Арифлейм он знал и был не против, да. Это отсутствие стартового капитала для начала бизнеса. У нас есть много примеров девчонок, которые начинали бизнес вообще, находясь в бедственном положении, в кредитах, кушать было нечего, да. И сейчас они получают кто полторы, кто три тысячи долларов, да, по-разному. Конечно же, важно то, что здесь нет никакого финансового риска. Вы никаких денег не вкладываете, у вас никто их не просит, лишь просто за то, что вы зарегистрировались, да. Вы платите деньги за те же товары, которые все равно покупаете там кто-то раз в неделю, кто-то раз в месяц. Просто вы покупаете эти товары где-то в другом месте. Те же самые шампунь, мыло, любые пасты, бель для душа и так далее. Все то, чем пользуемся каждый день. А если вдруг по какой-то причине вы потом не захотите работать, да, не захотите строить бизнес, то за руку вас тут никто тянуть не будет. Мыло останется у вас в ванной стоять, не стоять на полочке, вы будете им мыться, да. Захотите еще, закажите еще, не захотите, это ваше личное дело, да. То есть никто вас уговаривать не будет. Оптимальная цена и высокое качество продукции. Денежки выплачиваются как часики. Задержек нет. 17 раз в году мы получаем зарплату плюс премии. Каждые три недели, один раз в три недели. И самое главное, что то, чем мы занимаемся, дает возможность иметь неограниченный доход. И позволяет построить бизнес, которые вы сможете передать по наклеству своим деткам. То есть вы вдумайтесь только, да. Вы сможете не только себя обеспечить, но и своих деток. Это же классно, это здорово. Вот я сейчас хочу в эту тему такую притчу вам рассказать. Одна лягушка всю жизнь свою прожила в колодце. И однажды к ней попала в ее колодец другая лягушка. Вот эта другая лягушка, вторая, будем ее так называть, чтобы вам было по ходу понятно, вторая лягушка, она всю свою жизнь прожила в огромном океане. Ну вот первая лягушка колодезная, да, смотрит на нее удивлен, спрашивает, интересно, откуда ты пришла? На что вторая лягушка отвечает? Я из океана пришла. А колодезная спрашивает, а что это такое океан? Он что, больше, чем мой колодец? И она так смотрела с недоверием, да, с сомнением, как развить, что-то может быть больше, чем мой колодец, где я живу. В ответ ей океанская лягушка рассмеялась. Она ответила, мне очень трудно сравнивать, мне очень трудно сказать что-нибудь, потому что там, в океане, там нет меры. А колодезная лягушка сказала, я тебе сейчас дам меру, что ты могла представить, да, она нырнула на четверть глубины своего колодца. Проплыла вот эту четверть и спросила, ну что, этого хватает? Океанская лягушка засмеялась и сказала, нет. Тогда колодезная лягушка нырнула на половину глубины колодца, а этого хватает? Океанская лягушка сказала, нет. Есть звук, да? Тогда колодезная лягушка нырнула до самого дна и уже торжествующе сказала, ну все, теперь ты не можешь сказать, нет, да, я уже очень глубоко нырнула, вот уже дно. Но океанская лягушка сказала, ты знаешь, ты можешь обидеться, я не хочу быть невежливой, но мой ответ по-прежнему тот же самый, нет. Тогда колодезная лягушка рассердилась и сказала, убирайся отсюда, ты угунь я, ничего не может быть больше этого колодца. Какова мораль, да, этой тричи? Вот так же в нашем бизнесе многие говорят, что все это неправда, что все это лишь… почему они так говорят, да, почему люди не верят, почему там не хотят, да, делать. Потому что они сами, вот как эта лягушка, они всю свою жизнь прожили в этом колодце, и они ничего большего не видели. И они просто не допускают в свою голову мысли, что может быть что-то больше, может быть что-то лучше, да, и что действительно можно поработать 3-4 года, создать себе пассивный денежный поток, и уже наслаждаться жизнью, а можно следующий уже слайд перекручивать, наслаждаться жизнью, да, не обязательно пахать 40 лет где-то там на дядю, и в итоге в своей жизни получить пенсию в 200 долларов. Я, когда вот это представляю, мне кажется это просто ужасно, просто какое-то рабство, да. Но, к сожалению, большинство людей думают, что это нормально и так живут. Вот я вам искренне желаю всем вам расширяйте свое сознание, убирайте стереотипы, вылезайте из болота убеждений, которые вам навязывают общество, окружающие вас, да. Я вам с уверенностью заявляю, что мы знаем, как можно заработать много денег, и мы с вами готовы поделиться этими знаниями и инструментами, да, которые у нас есть. Принимать вам это дар или не принимать, это конечно будет только ваше решение. Вспомните, что у вас сейчас кошельки именно столько денег, насколько вы можете позволить думать своему мозгу. Давайте так вернемся еще. Почему же еще Арифлейм замечательный партнер? Давайте я еще скажу, что продукция Арифлейм не тестируется на животных, что есть собственный благотворительный фонд у компании Арифлейм, и вырученные от их денежки направляются на лечение больных, деток, сирот. Для меня это важно, например. Есть пять собственных заводов и фабрик у компании, которые находятся в различных странах. Еще чем же хорош, да, еще вы можете стать счастливым владателем нового авто Skoda Rapid. И кредит за этот автомобиль вам будет помогать оплачивать компанию Арифлейм. Кредит на выгодных условиях, так как действует специальная программа. Арифлейм заключил договор с несколькими банками, да, и они предлагают выгодные условия именно для Арифлейм. Вот вы видите сейчас на слайде по счастливую Юлю Каратаеву. Это партнер в глубине из моей структуры, в открытом звании старший золотой директор. И вот они с мужем в декабре месяце взяли себе вот эту новенькую Skoda Rapid как раз по программе Мой автомобиль с Трислейм. Если вам не нужна, смотрите нам какой выбор предоставляет компания. Она не навязывает нам обязательно брать вот эту машину, да, и брать в кредит, зарезать в кредиты. Если вам не нужна эта Skoda Rapid, то компания будет вам просто выплачивать дополнительные бонусы. И это будут те бонусы, которые должны были бы идти в сорт оплаты кредита, да. Бонусы от 3 до 9 тысяч рублей. Там 3, 6, 9 тысяч в зависимости. Там есть условия, да, вот эти уже подробности. Можете спросить у спонсора, когда изучите это все подробно. Давай, да, следующий слайдик. Еще Арифлэм идеальный партнер, потому что помогает вам оплачивать вашу ипотеку. Скажите, вот сейчас напишите, есть ли здесь такие, кто хочет приобрести свое жилье. Или может быть такие, кто хочет улучшить свое жилье, расширить, как я, например. Давайте я тоже напишу. Я тоже хочу. У нас есть двухкомнатная квартира, да, я сказала, это квартира родителей мужа. И мы, конечно, хотим свою квартиру, мы хотим расширяться, мы хотим переехать в другой город. Дети подрастают, тесно становится. Мы сейчас здесь не делаем хороший ремонт, да, так вот освежились, сделали свеженькие. Но хороший ремонт мы здесь не хотим делать, потому что мы не планируем здесь оставаться жить. Ой, у меня сейчас в девчонке кухня 6 квадратных метров. Честно говоря, мне не хочется даже туда выходить готовить. Потому что там очень тесно, я смежу вдвоем, бьемся друг об друга. Я уже мечтами вся в новой квартире. И смотрите, как здорово. У меня еще нет ипотеки, но по программе «Мой дом с Терри Слейм» компания уже в течение последних 9 месяцев мне платят дополнительно ко всему тому, что я получаю, ко всем бонусам и выплатам, мне еще каждые 3 недели дополнительно платится 18 000 рублей. И вот я все посчитала, да, за 9 месяцев я дополнительными денежками по этой программе заработала уже 234 000 рублей. Скажите, пожалуйста, где, на какой работе по найму, вам заплатят такие деньги, чтобы вы могли купить себе звезд, чтобы вы могли оплачивать эту ипотеку. И опять же, да, нам компания не навязывает, как видите, у меня еще нет ипотеки, но у меня уже есть деньги, которые я могу за нее платить. Разве не здорово? В «Мой дом с Терри Слеймом» можно вступить с уровня «Золотой директор». «Мой автомобиль с Терри Слеймом» – это уровень директора и старший директор. Анишка, можно в следующий слайд уже. «Идеальный партнер потому, что ввозит своих лидеров бесплатно в путешествие по всему миру. Вот так вот в сентябре 2014 года я побывала в своем первом путешествии на золотой конференции, это был круиз Средиемноморя на лайнере Liberty Odyssey, с ним путешествовали, просто шикарнейший лайнер, я там впервые познакомилась живую со своим спонсором, маленькой черной, 14-палубный лайнер, и знаете, вот каждая палуба, каждый этаж просто как отдельный мир, просто заходишь, и у тебя округляются глаза, посмотрите, мне удалось на слайдик уместить лишь малую часть вообще, даже вообще, не знаю, одной сотой наверное нет, все там есть, просто если удачный весь лайк, вы можете, кстати, кому интересно, посмотреть ролики в ютубе, лайнер называется Liberty Odyssey, так, были мы в трех странах, в Италии, Франции, Испании, да, то есть вечером мы тусили на лайнере, а днем мы выходили в города, в разные города, в разных странах, вот, например, вы сейчас видите знаменитая Рязанская башня, да, в Италии, вот уже на следующем фото, мы видим, что мы видим мы возле Колизея в Риме, Италия, так, что там у меня видно, ага, вот это Барселона, храм Святого Семейства Испания, Нотердам де Лягард во Франции, в Марселе, давай, следующий, так, это Лажурный берег, Ницца, Франция, и мне удалось побывать, вот мы с Татьяной Новиковой, значит, в Анеаполе посетили первую в мире пиццерию, где вообще была придумана первая пицца, там вот, на фото, наверное, вам плохо видно, 1738 год образования этой пиццерии, она до сих пор существует, и мы там кушали очень много, первая в истории компании Арифлеем, раньше Арифлеем возил только с уровня золотого директора бесплатные, бесплатные путешествия, да, а сейчас даже с уровня менеджер 15% можно поехать в Египет в Шарм-эль-Шейх на 4 дня в октябре мы туда рванем команды менеджеров, кто поедет еще, напишите, напишите в чате, кто не знает, кто может быть новенький, кто впервые, да, что, даже если вы еще не зарегистрированы в нашем проекте, вот что классно, вы тоже можете попасть в это путешествие, потому что условия выполняются еще до 6-го каталога, что для этого сделать, вы переговорите со своим спонсором, что нужно делать, чтобы попасть в это путешествие. И уже как бриллиантовый директор, я уже себя так позиционирую, пока в открытом звании, да, но уже, то для меня открывается еще возможность ездить в еще одно бесплатное путешествие в этой компании, это бриллиантовая конференция, которая будет в январе 2016 года, сейчас Анечка в последний раз без нас все ездит в этом году в Сингапур, да, Ань, а в следующем году мы поедем вместе в Абу-Даби. Давай, Ань, следующий. Вот, а вы говорите о Reflame, да, и всего бы этого не было, вы знаете, если бы не было Reflame нашего проекта, я вообще вряд ли бы когда-нибудь в своей жизни посетила бы какую-нибудь страну, куда-то там поехала, потому что денег было тык-в-тык постоянно. И кроме своего города я бы вряд ли что-то увидела бы. Вот вам и о Reflame, да, кто не верит. Так, вот это я вам нашла такой эксклюзив. Вы видите мой телевизор, наш телевизор, да, который у меня был, вот самая первая картиночка, где, там, кстати, моя дочка в телевизоре, это был ее день рождения, и папа сделал видеоклип, вот на телевизоре проигрывался, фото сделано. Вот такой телевизор был у меня до работы с проекцией, причем этот телевизор был не наш, это был телевизор родителей мужа, у нас даже телевизора не было. Вот. Сейчас вы видите два у нас, да, телевизора, один вот на сером фоне, да, это тот, который у нас в Дали висит, он поддерживает функцию воспроизведения 3D, у нас есть очки, 4 пары, вернее, как, 2 пары, 4 штуки, короче. Диагональ у телевизора 127 см, большой, он такой, на полстены у нас тут, у нас знакомые все удивляются, когда заходят. И вот в спальне поменьше телевизор, 17 диагональ у него, но мне нравится, что у него есть функция выхода в интернет, то есть я могу спокойно зайти в эти классики, там полазить, лежа на кровати, на YouTube, на тот же, да, там включить вебинар, там онлайн смотреть и так далее. Могу даже рекрутировать в кровати. Так, следующий слайдик, вот тоже эксклюзивные фото я вам нашла для вебинара. Наш компьютер до работы в проекте, тоже дочка моя тут еще маленькая, кто-то там слушает. И мой компьютер вот сейчас, за которым я сижу, у мужа такой же, второй у нас сейчас 2 компьютера и ноутбук, и планшетов, куча планшеты, это уже для детей, мы им не пользуемся. Вот как меняется качество жизни, да, Анечка, можно следующий слайдик. Вот, это наша последняя покупочка, которую мы сделали в декабре, но еще нет месяца этой покупочки. Бринвейк 5 мы себе приобрели, причем сделали мы это совершенно спонтанно, не планировали, да, эту покупку, просто вот нужно было поехать на большую мотивацию, встречу в Воронеж, и я говорю, давай-ка мы купим машину, а то наша Audi A4 уже старушечка вдруг, говорю, не доедет, давай-ка подстрахуемся. Мы когда на дальнее расстояние ездили, мы брали машину у родителей мужа, купили себе пару лет назад машину, да, и мы все время брали, потому что боялись, что наша Audi A4, как мы ее называем, не доедет до Москвы, где-то поломается. Вот. Я говорю, что мы все время берем, давай тебе купим машину. Ну и вот так просто, да, муж деньги пошел и купил. Вообще, я вам хочу сказать, офигенская машина, там климат-контроль, муж едет, у него свою температуру настраивает, он любит потеплее, 22 градуса себе ставит, я себе ставлю 18-19 градусов. То есть в моей половине машины одна температура, у него другая. Я такая села, когда первый раз, на сиденье, а я не люблю, чтобы ноги были кверху задраны, да, мне нужно сиденье, попа ровно была, попа и ноги на одном уровне. Вот. А я села, а там было немножко вверх. Я говорю, блин, ну что это такое? Как в ауди, говорю, опять сидит с задранными ногами. Он говорит, да ты что? Пытался лошара, смотри, понажимал там на одну кнопочку, на вторую, у меня там спинка туда съехала, сиденье так. Я вообще сижу, короче, вот полностью под мою осанку, да, отрегулировалось сиденье. Я, конечно, очень была довольна, очень мне это понравилось. Ну и прет она как танк. Отличная вообще машина. И вот подарочки на Новый год, которые мои детки получили под елочку. Доченька любит у меня Винг. Вы представляете, вот тут пять куколок, а их оказывается шесть. Дочка, когда по всему диму подарки вот расписывали, там по всей елке, но елка большая, прям до потолка, но по всей елке расписывали подарки или уместили. Вот. А что вы думаете, дочка говорит, тут пять куколок, да? А я была, купила все, которые были в магазине, стояли на полку. Вот. И она говорит, о, что с Дед Мороз-то, не знает что ли, что Вингс-то шесть? Представляете, не угодила, еще одну не купила. Ее просто не было, а я как-то не знала, что там шесть, я думала, их пять есть. Вот. Так что, сейчас, без напряга, могу позволить своим деткам все сто, хочу на любую сумму денег, да? Вот. Тоже похвастаюсь. Вчера Анечка хвасталась, сегодня я тоже хочу продемонстрировать вам свои наряды. Это парадные наряды. Парадные наряды – фото тех, которые у меня нашли. Давайте скажем так. Так. Мои платьица. Дальше. Так. Вот. Это подарочки, которые я себе сделала под Новый год. Под елочку, да? Моя коллекция из каталога рояль. Каталог в России действует. Вы видите украшения, да? Сережечки, колье, колечка. Один комплект. Из жемчуга комплект себе взяла. И вот сережечки, браслетик, фото, брызги золота комплект. Вообще планирую себе все, что есть в каталоге рояль купить. Постепенно просто. Баллы личные. Делать личные баллы и свою коллекцию украшений собрать. Украшения вообще суперские. Такой блеск. Вообще действительно видно качество. Я показывала своим как-то девочкам вот перед Новым годом, да? В камеру. Девчонки мои видели. Очень красивые. И еще. Я посещаю фитнес три раза в неделю. Хожу на фитнес. Тоже, да? Спасибо проекту. Потому что раньше я себе, например, не могла этого позволить. И на фитнес ходить, да? Ухаживать за собой, да? Для себя любимой. Вот. И я начала сейчас вот где-то уже полтора месяца изучаю английский язык. Уделяю этому полтора часа в день. Иногда делаю выходной. Это может быть сейчас, да? Когда были новогодние праздники. Но так стараюсь, что полтора часа в день. Обязательно уделяю этому времени. И почему я это начала делать? Да потому что теперь-то я буду часто посуществовать. И как-то вот не хочется тыкать пальцем, да? И говорить вот это, вот это. А хочется излагать свои мысли и свои пожелания. Хочется разговаривать. Так. Давай, Анечка, следующий слайдик. О доходах теперь давайте мы с вами поговорим. Значит, вот это годовой акт сейчас видите за 2013 год. Первый каталог 2013 года, январь месяц 2013 года. У меня доход был 19 тысяч рублей. То есть даже 20 тысяч не было. Это доход в проекте, да? И к концу года посмотрите. 17-й каталог, декабрь месяц 2013 года. Мой доход увеличился до 85 с половиной тысяч рублей. За год доход увеличился в больше, чем пять раз, да? Классно, здорово. Кто вам предложит такое? Какой работодатель? Где у вас с такой скоростью будут расти доходы? Давай, Анечка, следующий слайд. Это 2013 год. Анечка, следующий слайдик. Вкусни, пожалуйста. И смотрите сейчас. Это 2014 год. Октябрь, ноябрь, декабрь. Вы видите здесь три суммы, три выплаты. Смотрите. Октябрь. Доход 106 811 рублей 72 копейки. Затем ноябрь, 20 ноября. 275 952 рубля 32 копейки. Это скриншот из моего онлайн банка, куда мне на расчетный счет компания перечисляет денежки. Вот эта сумма такая большая в ноябре, потому что здесь я получила премию за закрытие звания старший золотой директор. То есть здесь 3000 долларов премия и 4000 долларов зарплата как саксировый директор. Я открыла как раз уровень саксирового директора. И смотрите. 11 декабря это тоже еще зарплата на уровне саксирового директора 152000 рублей 79 копеек. Но я уже вам сказала, что я открыла уже следующее звание бриллиантовый директор. И как бриллиантовый директор я получу только вот сейчас, да, будет через неделю у нас зарплата. Я уже получу еще больше зарплату. Под 200000 рублей это точно. Что тут комментировать? Где вам предложат такой рост доходов? Посмотрите. За два года с 200000 до 200000. Так доход увеличился в 20 раз. Вот вам эрифлейм, хочется мне сказать еще раз, да? Которые все говорят, что ухта и все прочее. И так, давайте теперь перейдем к сути, да? Почему я получаю такие деньги? Вообще за что мне их платить? И как же вам, самое главное, как же вам начать зарабатывать так же? Что я сделала? Какие основные действия, да, мои были? Я приняла решение не покупать товары для своей семьи и себя, товары, которыми пользуюсь, да, каждый день в магазинах, супермаркетах и на рынках. Зачем мне покупать там, где мне это не приносит выгоду? Если я могу покупать здесь, в своем собственном интернет-магазине, да, и мне это будет приносить вот такие доходы. Это же нелогично, да? Если у вас будет свой магазин и вы пойдете с той же колбасой, да, если вы будете продавать колбасу, вы уже не пойдете в соседний ларек покупать там колбасу и приносить прибыль другому магазину, да? Второе. Я поменяла все вот эти магазины, супермаркеты на свой собственный интернет-магазин. Когда вы это делаете, когда вы только новичок, это сразу же вам дает возможность экономить свой бюджет. на 18 процентов, это минимум, да? И получать выгоды от своих же покупок до 50 процентов. Есть у нас классные программы и для новичков. Добро пожаловать в Респлэйн. И программа «Пример Клуб» и программа «Лояльность». Ань, можно следующий слайдик уже. Подробнее, как получать выгоды от своих покупок до 50 процентов, вы можете спросить у своих спонсоров, они вам расскажут. Я не буду сегодня на этом останавливаться. Я вам хочу сказать, что покупая продукт, даже если, жалко, я не сделала слайдик, я своим девочкам в своей команде привожу такой пример. Когда у них заказ на 20 баллов бонуса на 600 рублей, и когда у них заказ на 150 баллов бонуса, какие они выгоды имеют? Когда заказ на 20 баллов бонуса, это заказ на 600 рублей, то вы там имеете только скидку в 18 процентов. И все. Больше ничего. А когда у вас заказ на 150 баллов бонуса, у вас есть скидка в 18 процентов. У вас и объемная скидка начисляется на ваш номер, если у вас есть минимум 10 процентов, даже есть оборот групповой. И подарок по программе «Лояльность». И по премьер-клубу сразу скидка начисляется 200 рублей. И подарок можно взять в 50 процентной скидке. То есть выгода намного больше, чем просто заказ на 20 баллов бонуса. Просто вам нужно разобраться и понять вот это все. Причем потом вы еще будете платить меньше половины, 50 процентов за свои заказы. Итак, третье. Что делаю? Суть. Я рассказываю, допустим, вам сегодня о своем решении поменять магазин и показываю вам, я показала, как изменилась моя жизнь от этого. Я просто приняла это простое решение и вы видите, как круто поменялась моя жизнь, даже если взять два последние года. А что я делаю? Я, по сути, делаю рекламу компании «Арифлейм», рекламу ее возможностей и делаю эту рекламу в интернете. А если вы умный человек, то вы должны знать, что за рекламу, как известно, платят большие деньги. И вот такая картиночка мне понравилась. Покупаю меня, вот я как будто выглядываю с компьютера и говорю, покупаю меня и все будет в шоколаде. Я вам тоже советую. Дальше. Вы прослушали, да, вот вы сегодня пришли на презентацию, вы прослушали идею бизнеса, вы увидели, как это круто изменяет, изменит вашу судьбу, да, и вам ничего не мешает пользоваться продукцией компании «Арифлейм», вы не против это делать. И вы принимаете решение присоединиться к нашему проекту и начать обучение. Для того, кто не знает, да, как это сделать, вы должны обратиться для регистрации в проекте, вы должны обратиться к тому человеку, который вас пригласил сегодня на эту встречу, который дал вам информацию. Обучение у нас бесплатное. Нам важно, чтобы вы как можно скорее разобрались, начали действовать и начали зарабатывать свои денежки. А почему нам это важно? Знаете почему? Все просто, потому что чем больше будете вы зарабатывать, тем больше будут наши доходы. мы материально заинтересованы в том, чтобы вы росли. Кто будет вам помогать? Не нужно бояться, да, что вы придете, как же я буду рассказывать, объяснять, я же сам еще ничего не знаю. Пока вы учите, учитесь сами, вам не нужно кого-то обучать, там, вот такие вебинары, допустим, проводить. Все это делаем мы, ваши спонсоры, да. Проводим обучающие вебинары, даем обучающие сайты, блоги, рассылки, письма, чаты, контакты с вашими спонсорами. То есть у вас постоянная командная поддержка и помощь. Спонсоры также помогают еще не просто на словах, да, но помогают еще и делом. Потому что у нас такая система построения структур, что мы помогаем друг другу строить группы, чтобы быстрее рос человек, чтобы быстрее мы выходили на доходы. И наши партнеры, и мы от этого, да, мы помогаем партнерам строить группы. То есть найденных вашим спонсором людей, он будет подписываться уже под вас, потом под вашего новичка, потом под вашего новичка и так далее. Пока ваша группа крепко не встанет на ножки. Давай, Анечка, следующий слайдик. Ой, подожди, подожди. Что вам нужно будет делать? Как работать? Просто все действия простые. У нас должна быть система дублицирования, то есть то, что может повторить любой человек. Создать страничку в социальной сети, красиво ее оформить, поставить соответствующий статус. Как создавать, как оформлять, мы этому тоже всему учим, да. Как приглашать, дружить людей, да, как приглашать, как рекрутировать, мы тоже всему этому учим. То есть второе, что нужно делать, это приглашать людей через интернет. И готовых попробовать работать, уже регистрируете свою команду и даете ссылочку на сайт обучения. Все. Вот это простые действия. Давай, Анечка, следующий, я уже сказала, я сижу тут смотрю в другую точку. Так, давай еще. Что вы получаете сразу после регистрации? От нас, от команды ваших спонсоров. Вы получаете пошаговые свои действия. То есть вам не нужно будет что-то самому сидеть, выдумывать, что-то там писать. Нужно будет там пару слов изменить, чтобы сделать, допустим, свое сообщение уникальным, да. Но я думаю, что по готовому шаблону это будет сделать несложно. Нужно обязательно будет обучаться, я уже сказала. И обучение у нас бесплатное онлайн, да. Мы вам его даем. Готовые инструкции, шаблоны, секции. Инструменты мы даже даем для автоматизации бизнеса. Вот бонус, да, я обещала вам в начале вебинара. С тем, вернее, вы будете тестированы и разместившим первый заказ. Мы даем готовый инструмент для работы, сайт, готовый сайт для рекрутирования. То есть вам даже не нужно будет с этим заморачиваться, да. Кроме сайта есть у нас еще и помощники роботов. Ну там уже нужно будет стать серьезным партнером и выполнять определенные условия, чтобы их получить. Это уже у лидеров ваших будете спрашивать. И, конечно же, мы обеспечиваем вас командной помощью, командной поддержкой. от компании вы получаете скидку от 18 до 78 процентов. Это впоследствии она будет у вас так вырастать, сайт, объемная сибирька. Компания, когда вы уже начнете получать проценты от компании, будете оплачивать 50 процентов за свои заказы. То есть не полную сумму, допустим, заказ на 5 тысяч рублей, вы будете платить не 5 тысяч, а 2 с половиной. Но это когда уже будет под вами группа людей. Возможность участия во всех программах и получения выгод от покупок. Свой личный кабинет на социальном сайте компании, где вы сможете контролировать свою структуру, финансы, оформлять заказы и многое другое. Вот, делая все эти несложные действия, пользоваться продукцией, обучаться и рекрутировать, у вас постепенно станет вырастать команда. Все люди этой команды, включая вас, делают покупки, регистрируют людей в свою команду, и вы получаете процент, это первое время, первый год, первые полгода, у кого как, вы получаете проценты от этих покупок. Не только вы получаете, а нижние люди ничего не получают, все получают, но получают в соответствии с уровнем, на котором находятся. И вот сначала вот этот процент вознаграждения, сначала этот процент вознаграждения составляет от 3 до 22 процентов. Ну, по деньгам, да, давайте переведем на деньги, от 50 до 25 тысяч рублей. Вот так будут ваши доходы такими. Давай, Ань, дальше. Когда уже у вас вырастает большая группа, вот как у меня сейчас, как у Ани, как у Кристины Петфирьевой, которую вы будете слушать завтра, например. То есть, когда вы уже вырастили директоров в своей структуре, тогда вы начинаете получать следующий вид дохода. Это различные бонусы. Бонусов много, я не буду сегодня рассказывать, это подробно уже на вебинаре по плану успеха вам рассказывать. Я вам расскажу о самом первом бонусе, который называется директорский бонус. Он равен 5 процентам от товарооборота группы, которая по 2 не вышла на 22 процента. Давайте я буду деньгами говорить, да, чтобы… Ну, хорошо, что только дети уснули, а не слушатели. Спасибо за это. Смотрите, по деньгам, да, 5 процентов от товарооборота одной 22 процентной веточки, это примерно 400, 450 долларов. У меня уже голос начинает садиться. Обращаю ваше внимание, опять возьмите ручки ваши, которые брали в начале вебинара и запишите, что это уже будет ваш пассивный доход, о котором мы вам рассказываем, да. Сколько таких веточек 22 процентных построить можно? Это неограниченное количество. То есть вы можете… Верни назад еще. Вы можете… Сколько у вас получится? Может у вас 2 получится, может быть 6, может быть 12, да, может быть 20 у кого-то. Сколько вы сможете, все будут ваши, да, все денежки будут ваши. И вот на слайдике сейчас вы видите уровень, который есть у нас и доходы. Вот как бы штатное расписание мы так шутя называем. Выбирайте сейчас тот уровень, сколько вы хотите зарабатывать. И я прошу вас, что когда вы будете выбирать, вы, пожалуйста, не ограничивайте свой разум, да. Вспоминайте притчу в начале вебинара про лягушку. И всегда помните, что вы достойны большего. Давай, Аня, крути дальше. Вы достойны большего, вы достойны лучшего. Не занижайте свои потребности. Это мои планы на 2015 год, мои планы и цели. Сейчас, белочка синенькая, смотрим, я нахожусь тут. Это лестница успеха компании Reflame, для тех, кто не знает, да. Сейчас я нахожусь, вот, вступила в желтый сектор. Бриллиантовый директор открыла доход 6 тысяч долларов. Каждые три недели, я повторяюсь, не в месяц. Следующая моя цель. Через три месяца открытие звания старший бриллиантовый директор с доходом 8 тысяч долларов. Через 6-7 месяцев у меня по плану открытие звания дважды бриллиантового директора, завершения желтого сектора, да. И доход я планирую свой увеличить уже до 10 тысяч долларов. И через 9-10 месяцев, то есть к концу уже 2015 года, я хочу открыть уровень исполнительного директора с доходом уже 24 тысячи долларов. Вот как вы думаете, смогу ли я с нашим проектом все это реализовать? Пишите, пишите, как вы думаете? Да, я уверена, что смогу. А как вы думаете, смогла бы я выйти на такие доходы? Зато что там вы? Могла бы я хотя бы просто мечтать о таких доходах, если бы я вернулась после декрета в свой родной банк на заплату 17400? Да, конечно, нет. И мои цели, как вы уже поняли, открыть три новых звания. Дальше по плану у нас с мужем к лету переехать в новую большую уже квартиру с большими комнатами, с большой кухней, с хорошим ремонтом. И еще по работе, да, планы. Я хочу на банкет директоров 2016 года, который будет привести уже 100 директоров в новых званиях. В прошлом году я себе ставила после банкета, да, когда приехала, я себе ставила план на 50 директоров. Ну и, как видите, 41 у меня получилось сделать. Я думаю, что с моими планами, да, еще 6 веточек нарастить. Предпосылки у меня уже есть заложены, да. Я думаю, что легко 100 директоров, такая большая команда поедет в следующем году со мной на банкет. Давай, Анна, следующий слайдик. Как вам мои цели? Какие цели вы себе поставили? Поставили ли вы их действительно так, чтобы вы работать, смогли отдаваться на все? Или, может быть, вы себя жалите, может быть, вы думаете, что уровень бриллиантового директора – это так далеко, как я думала когда-то, да, в свое время, буквально там полтора года назад, или два уже, не помню. Я тоже, да, когда еще не была директором, думала, вову, бриллиантовый директор – это ж вообще нужно, обязательно нужно несколько лет его растить, обязательно там не менее 5-6 лет выходить на этот уровень. Но спонсор мне показал, что это не так, что можно, спонсор мой Аня Черна, ты не знаешь, да, что можно за год с директора выйти на бриллиантового директора. И, как видите, это открыло мои глаза, расширило мое сознание, чего я вам сегодня советую весь вебинар, да, и я поверила в себя, в свои силы, я как бы и так в них верила, да, но я не представляла, что это на самом деле может быть реально, ну, вот прям вот так быстро. И, как видите, я поверила и иду по стопам своего спонсора. И сейчас вот так для размышления к новичкам, к тому, кто еще не зарегистрирован. Просто посмотрите, вот я, да, и мы, наша команда открывает перед вами дверь в лучшую жизнь. Посмотрите, вот сейчас вы находитесь по левую сторону, а я уверена, что вы там находитесь, потому что иначе вы сюда бы просто не пришли бы, да, вы ищете чего-то лучшего для тебя, для своей семьи, вы хотите улучшить свою жизнь, вы хотите что-то поменять, да. Посмотрите, да, посмотрите вот на левую сторону, где работа по найму, по 40 часов в неделю это еще так, по-божески, да, зачастую люди больше работают. Где зависимость от начальника, где у вас выворачивают 13% из ваших кровно заработанных денег, да, где денег постоянно не хватает, кредиты, долги, займы, съемное жилье, вот это все, да. Постоянный страх, что у вас уволят с работы, такие вот, даже если взять мой банк, да, вот недавно зарегистрировалась ко мне женщина, которая со мной в банке работала, вот там в архиве, в Москве, да, и она говорит, ты представляешь, мне вот остался месяц заработать, допустим, или месяц, или год, 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 чтобы не соврать, да, а меня усократили. Это же просто ужасно, да, человек, она столько лет пропахала в этом банке, и вот так просто поступить, я не знаю, это ужасно, это очень просто, да, такая безвыходная ситуация, у нее мама инвалид, больная там на руках, да, как можно так, я просто не понимаю. И даже до этой пенсии доработать, ты несчастные 200 долларов, да, моя мама всю жизнь работала, спахала, да, и вышла на пенсию, и пенсия у нее 8 тысяч рублей. Ну, что можно купить на 8 тысяч рублей, это только за квартиру коммунальные услуги пойти оплатить, да. Мы, например, вот за квартиру платим 5,5 тысяч рублей, извините, коммунальные услуги, я не вижу. И отпуск, об отпуске, мне кажется, можно только мечтать, и если дают вам отпуск, это неделя долгожданная, быстрее-быстрее, ты даже не замечаешь, как он проходит этот отпуск. И смотрите, что мы предлагаем вам по другую сторону двери. Бизнес из дома, с свободным графиком, когда работаете сами, когда свои часы работы устанавливаете сами, да. Ребенок-человек спит, и мне поработали. Я работаю зачастую ночью, потому что днем детки, и хочется с ними не походить тоже, во всякие детские развивающие, развлекательные комплексы, в бассейн, да, мы тоже с мужем ходим, но чаще ходит муж. Вот сейчас у меня муж пошел с детками играть в детский развлекательный комплекс. А может быть, они пошли в кино, я не знаю, куда они там выбрали. Вот, и я работаю больше по ночам, да, с вечера, когда где-то кулажу, спать спокойно. Без начальника, без продаж, или только по вашему желанию, если хотите. Без вложений. Если кто-то думает, что купить себе мыло, шампунь, зеленую пасту, это вложение, ну, я советую сходить к доктору, вы меня просите, конечно, таким людям сходить к доктору. Вы и так покупаете себе все эти продукты. Просто подумайте, где покупать, да, что вам сейчас там покупка и здесь. Возможность совмещать. Вы можете учиться, да, или если кто-то еще работал, у меня есть девчонки, которые начинали, когда еще работали, да, сейчас они поувольнялись уже. Неограниченный доход. Вы тоже, я вам это показала и сказала, да, рост. Какой рост дохода, стремительный рост? За год доходы увеличиваются в 5 раз. 17 выплат в году. Раньше я жила так, что еле-еле там как-то мы перебивались, да, а сейчас я живу так, что я не успеваю потратить свою зарплату, а мне уже пришло новое. Налог 6% платится от дохода. Если на работе по найму у вас 13% выворачивают там, в копеек, которые вы получаете здесь, вы платите всего лишь 6%. Сам себе начальник. Обеспеченное будущее ваше и ваших детей. Путешествия бесплатные минимум 2 раза, да, и 3 раза, потому что есть еще, помимо бриллиантов, есть еще исполнительная конференция. В общем, полноценная жизнь. Просто поставьте себе сейчас рецепт перед собой весы, да, такие. Поставьте на одну чашу, то, что вы сейчас имеете. Ань, давай следующий слайдик, последний уже. И то, что будет у вас, если вы, может быть у вас, это, конечно, все от вас зовите, да, то, что может быть у вас, если вы сегодня приняете решение и начнете активно работать и действовать. А вот завершающий слайдик, представьте, сейчас просто представьте, что мы вам даем ковер-самолет. Не только лишь от вас зависит, будете ли вы летать на этом ковре. Может быть вы его глазами к стене прибьете, да, а может быть вообще кто-то кинет на пол. Скажет, ой, нет, тут мне заливают, да, я пошел. Будете там ноги вытирать от него. То есть это только ваше личное дело. Знаете, за время работы моей в проекте я уже повидала, скажем так, да, много разных людей. Кто-то был упорный, и сейчас мы уже вместе радуемся его успехам. Кому-то было лень разбираться, да, он просто завернулся и ушел. Сказал, ой, тут тяжело, тут надо много читать, тут надо посмотреть видео. Мне это тяжело, я не понимаю, да. Кому-то просто не хватает терпения. Пригласят там 10 людей, да, 10 человек, и говорят, никто не хочет, ой, все, я бросаю, это не работает, да. Но вы подумайте, это же бизнес, это дело не одного дня. Это работа на ваше будущее. Где вы видели миллионера, да, который за неделю там разбогател, или за месяц? Нужно вкладывать свое время. Конечно, вам самим принимать решение, и я вам хочу сказать, что, исходя из своего уже опыта, что, несмотря ни на что, наш бизнес, мы будем в России и развиваться дальше. А с вами или без вас это решать только вам. Это должно быть только ваше решение. И вот еще в завершении я вам хочу сказать, чтобы вам было легче принять это решение сегодня, да, летать с нами на ковре самолете или не летать, я вам хочу такое задание, ну, можете сейчас его сделать, да. Опять же, возьмите листики и ручки, и посидите, да, подумайте. Вот, как известно, да, все, что мы сейчас имеем, это результат тех действий, которые мы делали в прошлом, да, пусть 2-3 года назад. Вот напишите, пожалуйста, на листике у себя, каким был ваш доход 3 года назад. Вспомните. Посидите, вспомните, да, подумайте, можете потом это сделать. Затем напишите, какой доход вы имеете сейчас. Вот спустя время, спустя, пускай, 3 года, да, какой доход у вас сейчас. Посмотрите внимательно на вот эти цифры, на ту цифру, которая была 3 года назад, и которая сейчас у вас. Посмотрите, ваш доход увеличился хотя бы на 30%. Остался прежним? А может быть, ушел, да, вот пошли нули. Можете написать свои ответы, да. Сейчас. А теперь я хочу, чтобы вы честно себе ответили на вопрос. Что вы делали за вот эти 3 года, чтобы улучшить свое финансовое положение, чтобы ваши доходы выросли? Вы что-то делали для этого? Что вы делали? Вспомните, что вы делали, да. И второй вопрос. Подумайте. Сможете ли вы увеличить свой доход в ближайшие 3 года, которые будут, ну, пускай, до 100 тысяч рублей? Если вы будете продолжать делать те же действия, которые делали вот эти 3 года прошедшие, внимательно послушайте вопрос, девчонки. Если вы сейчас писали, да, что вы ничего не делали, или не делали что-то не то, да, а может быть нужно добавить каких-то действий. Вот проанализируйте свою ситуацию, ответьте для себя на эти вопросы. И в завершении, да, я вам хочу сказать, что наш проект – это действительно курочка, вот такая красивая, да, с золотыми яйцами, с бриллиантовыми камушками. Курочка, которая будет нести вам золотые яйца до конца вашей жизни. Конечно же, при условии, если вы будете активно действовать, если вы пропишете свои цели, будете стремиться к этому. У меня на сегодня все. Давайте, может быть, если какие-то вопросы у вас остались, мне, конечно, очень жалко, что не получилось видео, какие-то проблемы у нас были. Так, ой, так быстро бежит чат, может быть. Пока вопросиков я не вижу. Ань, я не знаю, как там у меня насчет записи, по-моему, у меня тут что-то перезагружалось, какие-то были часики, мне кажется, что там вообще все плетело. Поэтому я не уверена, будет ли у меня записи, знаете, если у меня что-то вообще какие-то проблемы здесь сегодня. Здравствуйте, к работе визу вот вопрос у меня какой. Сплю я с 3 часов, с 3 часов, с 4 утра, когда как, работаю до 3, это строго, каждый день, в 3-4 ложусь, но бывает 5, когда вообще много дел, да, вот я себе много запланировала на этот день, и сплю я до 10 утра. Когда выйду снова на связь, когда позовете. Сколько за месяц нужно подписать, чтобы... Смотрите, вот вопрос, сколько за месяц нужно подписать, чтобы нормально, по-моему, зарабатывать там было, да? Мы получаем деньги не от количества подписанных людей. Да не важно, сколько вы подпишете, важно, каких вы людей подпишете, как они воспримут информацию, как они будут обучаться, чего они хотят эти люди. Важно качество людей. У вас может быть подписано, там, 100 человек, да? Но никто не захочет. Вот скажут, мне лень, мне это тяжело, я не буду разбираться, я завернусь там и пойду. И, конечно, дохода никакого не будет. А можете подписать себе 5 человек, которые скажут, да, я хочу, я буду учиться, я буду стремиться, да? Я буду делать все, что требуется, и уже доход начнет расти. Так что от количества ни чего не зависит. Давайте я вот этот сейчас крутану, посмотрю, какие вопросы. Английскому я обучаюсь по сайту, по-моему, 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 не помню, как называется сайт. Так. вопросов я больше таких серьезных не вижу, что там писать, статус, соответственно, с этими вопросами вы уже обращаетесь к спонсору. Да, на 9%, Лена, вы можете усесть, смотря когда вы зарегистрировались, нужно обратиться к спонсору, чтобы он именно вашу ситуацию конкретно посмотрел. Там зависит от того, когда вы зарегистрировались. Сколько у вас страниц, где? Страниц у меня везде. В моем мире ВКонтакте, в Одноклассниках, 40 страниц у меня в Одноклассниках, 50, в ВКонтакте, две страницы, я туда еще активно не перешла работать. Да, я россиянка, я говорила об этом в начале вебинара. Так. Для получения ОСС-старшевых 150 личных баллов бонуса нужно делать для получения объема скидки. Но я хочу, чтобы вы посмотрели, даже попросите запись моего вебинара, где я рассказываю, как там платить, заказывать, что и как. Вы просто будете платить 50%, потом вы один раз по сути заплатите полную сумму, а потом бонус, я обещала, бонус я его дала, Наталья, вы, видимо, прослушали, бонус это готовый всем, кто зарегистируется после вебинара получит готовый сайт для работы после разрешения первого заказа. Так. Все тогда, девчонки, я выключаюсь. Девчонки, мальчишки, гости, партнеры, желаю всем успехов. все равно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...